В то время, когда она родилась, в мире еще не было ни радио, ни телевизора. Когда началась Первая мировая война, жительнице Янги-Базарского района Момоджор Романовой было 18 лет. Во время Второй мировой войны 43 года. А когда Узбекистан обрел независимость, пожилая женщина была в возрасте 95 лет. Согласно данным в паспорте, выданном органами внутренних дел Янги-Базарского района Хорезамской области, самая пожилая жительница в мире, родилась в 1896 году. Сегодня 119-летний Момоджор Романовой посчастливилось баловать свою праправнучку. В общей сложности у самой пожилой жительницы планеты 30 внуков, 70 правнуков и 6 праправнуков. За ней ухаживает внучатая невестка. По словам ее внука Дзешода, Момоджор Романова до сих пор не знает о смерти своей младшей сестренки, которая умерла два года назад. Их было четверо. Два года назад умерла ее младшая сестра. Ей было 86 лет. Она считает, что ее сестра по-прежнему жива. Но мы не говорим ей, что сестра умерла. Когда бабушка спрашивает, мы просто отвечаем, что с ней все в порядке. У нас нет другого выхода. Самая пожилая жительница из Узбекистана Тота Юсупова тоже жила в Хорезме. Она скончалась в марте этого года в возрасте 135 лет. Однако, по версии книги рекордов Гиннеса, сегодня самый старый человек в мире живет в Соединенных Штатах. Сюзана Джонс. Ей 116 лет. Если учитывать данные в паспорте, то жительница Узбекистана Момоджан Романова ровно на три года старше самой пожилой жительницы планеты. Однако, по мнению наблюдателей, увидевшие три столетия Момоджан Романову, занести в книгу рекордов Гиннеса практически невозможно. Поскольку в период рождения Момоджан Романовой Хорезмом мирно правил Мухаммад Алихан. Помимо прочего, тогда не существовало и порядка выдачи новорожденным свидетельств о рождении.